перегрузка друзья мои жесточайшая перегрузка но не знаю насчет жесточайший может быть просто перегрузка я склонен к экзальтированности к огромному количеству восклицательных знаков удивить и правда вот так оно и есть но реально что-то у меня короче говоря голова перегрелась и мысли такие конечно что надо конечно стараться быть попроще не знаю насколько конечно это возможно как я уже неоднократно говорил жизнь простая жизнь вряд ли мне подходит есть тот риск что в результате ты простой жизни я сдохну гораздо быстрее то есть ситуация безвыходная понимаешь я сейчас понял что вот это страдание через которое мне нужно пройти особенно это все обостряется в летний период нет это не потому что все цветет это не какое-то обострение сумасшедшего пока не мере я надеюсь на это кстати по поводу сумасшедший сумасшедшего и сумасшедших я на счет ничего не знаю и сегодня у меня была мысль как-то в общем посетить с блогерской целью психиатрическую лечебницу поговорить там прийти как я это обычно делаю завалиться к директору и типы вот у меня youtube канал хочу узнать что у вас тут делается представь себе какая там будет паника видишь невозможно невозможно а про это еще чехов писал вопрос кого общество признает сумасшедшим за что каким мотивам понимаешь и что такое вообще сумасшедший являясь ли я сумасшедшим я могу тебе сказать что у меня есть несколько социально допустимых задвигов таких как допустим задвиг на порядке ну вот этот самый перфекционизм перфекционизм понимаешь это уже сейчас на ютюбе слышу ну короче когда ты карандашики складываешь ровно там когда обязательно любое дело надо довести до конца там не знают вот очень у многих людей а так нет вроде бы не знаю понимаешь у меня есть сведения такие что в сумасшедший может быть записан тот человек который докопается до правды по я так думаю по двум причинам либо он может не выдержать действительно перегрузки того что он узнал и у него просто-напросто оплавятся мозги я сейчас вполне допускаю такую участи для себя что у меня очень крепкие мозги здоровые позитивные и я считаю большие мозги но сейчас вот по моим нынешним значит подозрением и они им их может просто они могут просто на просто оплавится все в результате того что я узнаю это первый вариант а второй вариант что тупо то что как говорится если человек что-то понял и начнет это вещать вот его и собственно говоря и упекут добрые люди потому что люди есть разные сейчас особенно особенно на той территории где в общем не работают законы вообще с одной стороны хорошо с другой стороны это очень нехорошо и когда понимаешь нехорошо когда государство с кем угодно может сделать все что угодно вот это нехорошо хотя и я допускаю что это в большинстве стран так но я уверен что в какой-нибудь финляндии это не так поэтому меня туда и как бы теоретически тянет хотя практически я тебе могу с радостью заявить что по ходу дела я здесь как-то в целом в ближайшие годы буду не дома в любой точке земли вот тебе и пожалуйста как говорится и как с этим быть как быть с тем что ты каждый день практически практически говоря все каждую минуту пока ты живешь ты помнишь об эррациональных проблемах о том что над нами давлеет что-то совершенно необъяснимое это что мы теряем близких и самого себя в результате той же смерти мысли об этом также не не покидают ни одного вменяемого человека вот все это вместе почему это может приводить вот к тому самому что вроде как все утонуты хорошая высокооплачиваемая работа дом дети и в результате как говорится очень печальный конец вот я думаю это поэтому так и происходит ладно никакого пустого деланного позитива я не желаю своей жизни и в случае как говорится если что-то плохо говорить про это что это хорошо я считаю это совершенно ни к чему но с другой стороны с другой стороны ладно сейчас надо будет поесть да и все по обычному сценарию сейчас возьму меня под отпустила как-то маленькая но день тяжелый сейчас все дни тяжелые абсолютно все дни понимаешь так что буду сообщать как и что ребята